Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Социум». Я ее ведущая, Зарейна Сайфудинова. В Кыргызстане очень много наших сограждан с ограниченными возможностями здоровья. В законах прописано, что они имеют право получить образование как среднее, так и высшее. Однако, де-факто, люди с ограниченными возможностями здоровья, им очень сложно получить как среднее, так и высшее образование. Тема достаточно обширная. Сегодня мы остановимся на высшем образовании, и об этом мы поговорим с кандидатом политических наук, доцентом политологии Кыргызского национального университета Иманбековым Уланом Талабкеровичем. Здравствуйте! Здравствуйте, Зарейна! Эта тема достаточно долго у нас существует, и у нас есть законы, прописаны нормы. Однако, этот вопрос не решается, не двигается с места. Люди не могут получить, люди-инвалиды не могут получить высшее образование. Скажите, с какими проблемами они сталкиваются, с чем это связано? Здравствуйте, дорогие кыргызстанцы! Дело в том, что есть разработан правительством Кыргызской Республики план перспективы работы, постановления системы образования в Кыргызской Республики, работа с инвалидами по категориям групп. Но и в высшем образовании нет такого понятия, как инклюзивное высшее образование. В чем проблема заключается? Заключается проблема в следующем. Во-первых, нет государственных стандартов ни по одной специальности, пусть это будут социально-гуманитарные науки, пусть это будут юридические науки, экономические, медицинские, сельскохозяйственные. Ни в одном государственном стандарте высшего образования не прописано, инклюзив. Наш национальный университет, на базе нашего факультета социально-гуманитарных наук, мы хотим предложить, мы предложили Министерству образования Кыргызской Республики обновить состав УМО, то есть УМО это учебно-методические объединения Кыргызской Республики по всем специальностям, и включить туда обязательное внедрение инклюзивного образования, то есть высшего инклюзивного образования. В чем заключается инклюзия? Инклюзия заключается работа преподавателя, то есть профессорско-преподавательского состава любого вуза с людьми с ограниченной ответственностью. Да, для этого нужны определенные, чтобы начать работу, нужны определенные разработки. Во-первых, чтобы разработать и дать людям с ограниченными ответственностями, возможностями людям, это нужны государственные стандарты. Совместно с Министерством образования сейчас есть управление УПО, называется учебно-профессиональное образование. Евгения Анатольевна Чебукова очень хорошо нам помогает в этой отрасли. Сейчас мы стараемся внедрить, пытаемся именно на базе нашего факультета внедрить инклюзию. В данный момент базовыми кафедрами по качественному составу, лучший качественный состав профессорско-преподавательский, докторский, кандидатский и так далее, по ученым степеням и званиям, это идет наш национальный университет. И именно наш социально-гуманитарный факультет хотел бы быть базовым факультетом по инклюзивному образованию. Мы встречались с нашим депутатом Джоркой, конечно, Достаном Бекешевым. Он был на встрече с нами. Достан Бекешев продвигает именно вопрос образования инвалидов. На базе КГМА он хотел открыть курсы массажистов для слабовидящих, но обратно же там, получается, нету нерабочих программ работ. Возникает вопрос, да, в концепции развития образования Кыргызстана до 2020 года прописаны нормы, но почему нету стандартов, плана реализации? В данный момент, видите, сейчас Министерство образования пытается, Министерству образования надо помочь, нашему Министерству образования, помочь в разработке новых государственных стандартов. Государственные стандарты третьего поколения не прописаны, государственных стандартов третьего поколения не прописаны именно инклюзия высшего образования. Вот мы и предлагаем государственные стандарты 3+. То есть плюс это идет именно инклюзивное образование для инвалидов. Если брать в мировом сообществе, ну, страны, которые граничат с нашей страной, тот же Казахстан, та же Россия, в каждом вузе, допустим, в МГУ имени Ломоносова, на каждом факультете, на каждом специалитете это прописано, именно инклюзивное образование. И они получают? И они получают инклюзивное образование. А по каким специальностям люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить образование в Кыргызстане, если нормы будут прописаны и внедренены? Ну, видите, у каждого человека обратно же есть свой выбор. Каждый человек хочет быть юристом, каждый человек хочет быть политиком, каждый человек хочет быть экономистом, педагогом, в конце концов, математиком, физиком, ядерщиком и так далее. Просто нужно создать условия, вот именно прописать нормы государственных стандартов, нормы новых рабочих учебных планов, макеты, как правильно преподавать методику и так далее. Этим вопросом у нас есть очень высокопрофессиональные люди, которые могли бы разработать, я имею в виду не только наш национальный университет, также медицинская академия, но любой другой высот, где присутствует качественный состав преподавателей. Ну, нормы, насколько я поняла, уже разрабатываются, да? На базе нашего факультета уже нормы разработаны по таким специальностям, как политология, социология, социальная работа, религоведение, теология, педагогика высшей школы. То есть мы открываем, хотим к этим государственным стандартам прибавить еще интересные наши профили, которые не существовали до сих пор. То есть мы хотим поработать над такими вопросами, как политический менеджмент, политическая экспертиза. То есть достаточно много новых профилей, которые проходят по нашим специалитетам именно социально-гуманитарных наук. Возникает еще такой вопрос. Вот нормы вы пропишете. Ну, дальше, наверное, станет проблема с тем, что у нас нет методичек, учебников, квалифицированных преподавателей, которые могли бы дать образование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот этот вопрос после должен решаться или как? Зарин, вот есть такая информация у нас, что Европейский банк развития дал Министерству образования более 36 миллионов долларов. Допустим, 10 миллионов сейчас в данный момент освоены на учебнике. Почему бы именно на учебнике не только для детей, но и также для детей с ограниченными возможностями. Министерство образования занимается этим вопросом в достаточно хорошем размахе. И мы можем просто сделать это с помощью наших депутатов, принять это решение и включить дополнение в развитие концепции развития высшего образования. То есть оттуда сделать гранты и инвестиции. И последний вопрос. Скажите, сколько по времени может занять разработка этого плана, этих норм, чтобы уже инвалиды, с какого года они смогут получать инклюзивное образование высшее? В данный момент, допустим, это не только мы должны быть, мы должны вместе делать это сообща, вместе с Министерством образования. Но они сотрудничают с вами? Министерство образования в лице УПО, именно я еще раз подчеркиваю, Чебукова Евгения Анатольевна, она очень высококвалифицированная специалист, и она идет навстречу нам и понимает все данную ситуацию. Министерство помогает нам. Дело в том, что должны помочь также и депутаты нашего джорка, конечно, должно помочь общество. Сейчас должно общество перейти к новым стандартам обучения, инновационным видам обучения. И в данный момент наши депутаты приняли закон о инклюзивном образовании. Еще раз я подчеркну, Достан Бекешев сейчас ждет ответа от правительства нашего о Маракешском договоре, где прописываются нормы образования именно для инвалидов. Если мы войдем, Кыргызстан не вошел в этот договор, а если мы получим этот договор, и мы будем полноправными членами, оттуда тоже поступят гранты и инвестиции в области инклюзивного образования. Наше эфирное время подошло к концу. Спасибо, что пришли к нам в студию и поделились информацией. Я напомню, что мы беседовали о высшем образовании для людей с ограниченными возможностями здоровья, с кандидатом политических наук, доцентом политологии Кыргызского национального университета Имамбековым Уланом Талапкеровичем. Я напомню, что в эфире была программа «Социум». До встречи. Спасибо.